Добрый день. Собрались мы. Подготовка важная игра Румыния. Конечно же, это наш прямой конкурент, поэтому задача номер один – хорошо подготовиться к Румынии. Сейчас мы будем давать потихоньку информацию ребятам, чтобы они принимали ее. И готовимся спокойно, как простому задельнику, нашему конкуренту. Поэтому будем рады у вас слышать вопросы. Постараемся вас полностью удовлетворять. А чем я, что-то надо? Настрой и настрой. Да, положительный только настрой. И надеемся, хороший результат в этих двух играх. Не важно, что вторая товарищеская, но хотим показать хорошую игру. Конечно, главная задача – это выиграть Румынов и как можно больше очков набирать. Настрой только боевых. Мы проходим в областях, принимаемую руку. До свидания, спустя его. Евгений Седаш, Динамамания. Вопрос к Руслану Петровичу. На подготовительном этапе к отборочному циклу вы привлекали достаточно много легионеров. Сейчас их количество резко уменьшилось. От некоторых игроков вообще отказались. С чем это связано? Хочу сказать, что ни одного человека мы не отказались. Просто это сейчас вопрос игровой практики. Вот очень стоит. Что касается конкретно на легионеров, то, конечно же, мы больше сейчас ориентируемся на игровую практику. Поэтому даже, например, того же Ликвиденко не играл парень. Мне отменивали очень хорошее качество. Мне нравится как футболист. Но если не играет, нет тонуса. Я по себе знаю, что это очень тяжело. И в продолжение этого вопроса обращаюсь к Ахмеду. Ты как раз еще недавно не был легионером, теперь стал. Как ощущаешь ли ты по-другому себя в этом качестве? Адаптировался ли ты в своем новом клубе? И помогает ли тебе игровая практика? В нем лучше подготовиться к играм в сборной? Ну, адаптация прошла нормально. Что касается того, что чувствовали себя по-другому, не скажу. То есть там в команде тоже нормально приняли. Плюс Тараска вчера бы хорошо помогает. Конечно, игровая практика помогает для игр в сборной. Ну, там небольшая травма, бо я пропустил там пару игр. Но чувствую себя хорошо. Так что думаю, что я хорошо готов. Прикрою. Спасибо. Я бы все вопросы. Один Ласенко, телеканал «Поверсно-спортивный спортавт» «Украинское радио». Перше запитание, все ж таки, кто мог бы проехать зараз на сбор, но не проехали, чому? Например, травма, что отсутствие игровой практики у загальненной украинцей, и тех, кто за кордоном. И второе запитание, Румуни. Видео-зминенный склад, конечно. Поча, помнимо, півфинал, неудержно, евро нащодавний. Суперник, насколько будет сложным? Насколько он изменился? И насколько просто будет подготовиться до него в плане відео, материалов и так далее, до цего склада, который был. Спасибо за вопрос. Что касается Румынии, то есть, в принципе, команда, состоящая из 12 человек прошлогоднего бронзового призера, то есть, это очень квалифицированные футболисты, которые показывают хороший футбол, индивидуально сильные футболисты. Поэтому, конечно же, автоматически вы сами понимаете, что легким матчем для нас не будет, это наш померкангуринг. Здесь другого слова. Они изначально были фаворитами, они и датчанин. Поэтому мы ожидаем тяжелую игру. И сейчас у нас задача номер один, хорошо подготовиться к этой команде. А, что до Украинцев? То, что до Украинцев. Давайте, смотрите, да, есть травмированные футболисты очень много. Хотелось бы, чтобы не было вообще травм у нас. Но, к сожалению, это футбол, да. Кто-то травмируется, кто-то уезжает, идет, меняем. То есть, мы рассчитываем на каждого нашего футболиста, кто приезжает и защищает цвета сборных. Поэтому мы сейчас ориентируемся на здоровых футболистов. У нас все ребята, да, на сегодняшний день по бойме у нас порядка 50 футболистов. Да, потому что идет, ну реально. Мы еще смотрим три сбора, но мы всего лишь вместе провели. Просто забавляются ребята сейчас из чемпионов мира, скажем так. Поэтому, как бы, вопрос селекции, он не отпадает. И мы стараемся, мы смотрим, мы следим за всеми футболистами. Герна, Телеканал, это вопрос к Александру Петровичу. Вы считаете, что мы не главным конкурентом? Вы выберете главные и сильные стороны? Ну, первое, да, то, что команда сыграна, это однозначно бросается. То есть 12 человек, которые очень хорошо играли на чемпионате, который проходил в Италии. Вы знаете, это, наверное, самый главный плюс этой сборной. И индивидуально сильные футболисты. То есть они смотрели эти игры, они могут из-за чего сделать угол. То есть, ну, как и в принципе Румыния, она всегда так славилась. То есть индивидуально сильные футболисты. Плюс тот же тренер, который был у них, он остался. Все принципы те же переносит и этой команде. Я продолжу тему, кого-то вызвали, не вызвали. И есть, да, и чемпионы мира у нас, и к этому нужно тоже нормально относиться. Мы к этому нормально относимся. Ребята, может быть, не получили полноценного отдыха. И где-то они сейчас пустые, им нужно отдых. Кто-то травмируется очень много. Если чемпионы мира, если вы обратите внимание на статистику травмированных футболистов. Поэтому мы постепенно идем к этому. Мы не хотим от ребят требовать здесь и сейчас. Мы, естественно же, на них рассчитываем. Никто от них ни в коем случае не отказывается, если они не вызваны на справлении. Это не может быть там даже по спортивным ходу. Просто на сегодняшний день кто-то лучше вылетит, чем они. И все. То есть они дальше продолжают конкурировать, показывать, и мы за ними следим. Они достаточно квалифицированные выбористы. Но, наверное, самая главная задача на сегодняшний день, это ребята сейчас немного пустоваты. Они, скажем так, не истощены. Им по большому счету не предоставляли отдых после чемпионата мира. Хотя, наверное, правильно было бы им все-таки дать больше времени, чтобы они вернули. Но это уже вопрос, наверное, к их моменту. И еще одно вопрос. Сейчас я говорю, что с двух команд складается на Лартижно-Сбирь на Е20 и Е21. Там были свои лидеры и там свои лидеры. Когда они все стыкаются в одну новую команду, наскільки тут важко знать, что лидеры в этой команде малыши ближе. И кто зараз лидер в этой команде? Чьи я вот такие футболисты? Чьи можно на какие-то проблемы, что их занадто было? Знаете, лидерами становятся на футбольном поле, на тренировке доказывая. Поэтому здесь не тренер назначает лидеров, а они становятся сами. То, как они относятся, то, как они работают на футбольном поле, то, как они коммуницируют на футбольном поле. Вот здесь проходит становление лидеров. И вот то, что вы говорите, чемпионы мира, я вообще не хочу делить. Это чемпионы мира и все остальные. У нас есть, скажем так, обойма. И те ребята, которые приходят, там, позже приходят, они принимают наши требования. И кто-то понимает это лучше, кто-то хуже, кто-то там со временем. Но мы к этому относимся спокойно, абсолютно. Мы знаем, что мы к этому придем. И это вопрос времени. Ну, я, понимаете? Ну, конечно, есть. Если у нас не было, я бы поубивал. Да, смотрите, у нас сейчас есть, опять-таки, возникли небольшие проблемы. У нас Влад Буола приехал с травмой. Сейчас он сделал МРД. Ну, скорее всего, что он выбрал у нас на этот сбор. Например, есть определенные сложности с Валерой Бондарем. Виза, паспорт. Как-то так не уследили. Я не пойму, где. То ли в группе, то ли... Но что-то такое произошло, что человек не может поехать за границу. Ну, мы надеемся, что этот вопрос сейчас решится и закроется. Вот это буквально считанные часы нам ответят на этот вопрос. Смогут забрать паспорт. Какие-то до выкликанья есть? Пока места нет. Вот на сейчас мы ждем, конечно, это два центральных защитника. И мы сейчас ждем информации про Валере. Если мы даже успеем это сделать. Поэтому сейчас, я думаю, после снировки этот вопрос уже будет стоять. По матчу с Дельцею, там, напевно, уже будет ротация какая-то? Будете переглядать тех, что не звертали? Да, конечно. Что касается матча с Дельцею, мы больше дадим новым ребятам, которые вливаются к нам в коллектив, проявить себя. Опять-таки, задают вопрос. Я и говорю, что мы хотим, чтобы они постепенно вливались. И футболистам говорим, что у нас никакой спешки нет. Мы не хотим вас там забросить сразу и требовать от чего-то. Это все будет постепенно. Мы на всех ребят рассчитываем. И хотим видеть самое главное понимание нашей игры. От них. Спасибо. Спасибо. Спасибо.